а не желудь художницы не самой простой судьбы которая как мне кажется и легла в основу ее творчество да если говорить о металлах то их можно воспринять как такой эстетский карандашный рисунок в пространстве либо красивую воздушную скульптуру но при погружении в автора откроется следующий слой сюжеты работ берутся из драматичного быта или личных переживаний они как бы и есть жизнь они желудь бедность материала с которым работает художница как раз и передает эту тональность это и монохромность картин и полный отказ от света в металлической скульптуре иногда это даже не окрашены ржавые мотки железа то есть я хочу сказать что они желудь именно тот автор чья биография важно при погружении в ее искусство пока все дома у антона я хочу показать вам ее инсталляцию beauty 2010 года еще одно произведение обладающая большой интерпретационной емкостью чей объем мы измерим с андреем ерофеевым а не ожидать принадлежит к такому поколению художников которые уже в общем полностью порвали с советским прошлом как бы не знают его не цепляются за него и принадлежат к современному искусству россии то есть не знают этой ситуации официального неофициально вот это разделение которое вечно присутствовало в советском союзе даже в самые либеральные времена потому что художников хоть самых как бы уже принятых но еще находящихся как бы в ситуации неофициально и все равно не показывали или показывали недостаточно подробно не так как тех которые были приласкан академии начала десятых годов когда они желудь вошла в современное искусство это ну было можно сказать на выставочном уровне было преодолено и более того современное искусство вошло в моду стала популярна не только среди западные публики мной среди российской появились галереи и в этом смысле казалось что они очень повезло она начинает она и как один из самых талантливых художников этого поколения этого времени она начинает новую стад открывает новую страницу российского современного искусства которому предстоит ну как бы продвинуться войти по-настоящему в мировой художественный процесс состояться в нем эти ожидания были тем более обоснованы и поддержаны тем что к художникам этого поколения международное сообщество ну как бы за заранее очень доверяем как бы отнеслось с максимальным сочувствием и поддержкой их стали довольно быстро приглашает на самые престижные мероприятия художественные мировые такие как венецианская бьеннале аня как раз участвовала в венецианском бьеннале ну и в разного рода выставки так что они эти художники имели возможность познакомиться с мировым искусством путешествовать много и вообще почувствовать себя художниками мира что ли а вовсе не только выразителями каких-то интересов или проблем российского общества российской территории и тем не менее так как получилось что это творчество у большинства представителей этого поколения свернулся очень быстро свернулась самым неожиданным и самым печальным образом то есть многие из них сошли с пути во все перестали работать а другие как-то ну революционировали не самым лучшим образом растеряв те свои наработки те свои пластические и семантические открытия и потеряв растеряв и большую часть своих поклонников и своей публике и вот прежде чем перейти к этой теме я хотел еще вот сказать про эту инсталляцию как она тогда звучало конечно безусловно в ней в этой работе бьюти ничего советского не найти то есть это совершенно отвечающий тому моменту работа в которой художник пытается найти какое-то противоядие себе если своим своей публике от тех от тенденций которого от тех порывов позывов инстинктов которые охватила тогдашнее общество открывавшая для себя консюмеризм ну вообще консюмеризм и интернациональная проблема желание потреблять и накапливать вещи и окружать себя вещами в чрезмерной степени но это особенно конечно проявилась в восточноевропейской и российской действительности тех лет когда общество этих доселе обреченных на дефицит стран вдруг обнаружили огромное количество фирм и магазинов гигантских мега центров которые предложили им невероятное количество вожделенных товаров и вот этому противодействию консюмеризма которому в принципе заряжена европейское американское искусство линия передалась и и художникам российским вот аня стала ее выразителем то есть эта работа демонстрирует желание с одной стороны этими вещами пользоваться потому что эти вещи предназначены в данном случае косметический салон так я понимаю или какой-то барбершоп предназначен для того чтобы значит вот облагораживать и как бы все время как бы улучшать облик и вид человека работать над его красотой с другой стороны хочется каким-то образом растворить эти вещи уменьшить их объем и вес в собственной жизни собственном представлении как бы довести до до предела истоншения сделать их едва заметным перевести их из из массы в графику в плоскость вот это мне кажется и борьба с вещизмом вот это вот желание аннигилировать вещь бороться с вещью и победить ее вещи мешают мешают жить говорил захаров у него была такая серия работ вот именно вещи мешают жить и их можно каким-то образом одолеть если не в прямом то в таком хотя бы художественном метафорическом смысле вот это яркая такая пластическая идея замечательно а не реализованная она еще отразила и то особое состояние общества когда вдруг оказалось что в общем мы из общества архаичного и археализированного закрытого замкнутого изолированного где где всегда были закрыты и все было огорожено заборами стенами и закрытыми дверями вдруг мы вышли в общество чрезвычайно открытости где стало можно обо всем говорить можно было везде заглядывать можно было проникнуть во все уголки жизни и во все уголки города в частности вдруг москва например распахнулась можно было увидеть все что было спрятано в тайных этих каких-то советских конторах вот это вот прозрачность жизни прозрачность и ясность ее какая-то выстроенность по-моему свежая свежая молодая выстроенность стройность этой жизни которая по-новому начиналась и казалось очень ясной в этой инстанции тоже это состояние общественное общественное цивилизационная бы сказала российская рубежа 2000-х 2010-х годов она очень чувствуется очень заметно в творчество а не желать она является не знаком этого общества а признаком может быть я не создавая эти прозрачные структуры не хотела говорить о об этом об этом состоянии открытости а это как бы проговорилась само собой и это как бы проявилась в ее как бы то есть это не являлось по всей видимости объектом рефлексии рефлексии была скорее пластическая часть этой работы а вот что касается семантики то on i Она как бы пролилась самой собой, реализовалась сама собой, проговорилась сама собой. Я думаю об этом в связи с тем, что случилось дальше с Аней Желудь. Потому что дальше удивительным образом деградация этой ясности, этой четкости, этой хрупкости и структурности пластики начинает стремительно разворачиваться, переводя ее в хаос, в абсолютно неуправляемый, неконтролируемый поток каких-то пластических элементов, в какое-то обрушение, в материал, который превращается в какой-то хлам, в какую-то помойку, в какой-то лом. То есть что-то, что является пределом его деградации и исчезновения. И вот эта трансформация в работах Аней Желудь и в личности ее тоже, в ее душевной болезни, оно, на мой взгляд, оказалось удивительно совпадающим с деградацией и оскуднением жизни самой России и российского общества. То есть человек поднялся как бы в момент общего подъема и рухнул вместе с этой страной, которая, в общем, оказалась неспособна к нормальной жизни. И вот в этом взлете и в этом, как бы, очень скором, к сожалению, большому падении большого таланта, мне видится вот как раз отражение, идеальное фактически отражение судьбы России вот на протяжении десятых и начала двадцатых годов. Эта же линия переходит во всех ее этих других иконах, во всех этих картинках ее. Эта же линия, она берет ее из металла, да, и ею как бы рисуют на холсте. Конечно. Да, она изначально все-таки человек все-таки вот такого пространственного мышления. То есть это не графика, которая развернулась в какую-то инсталляцию, это скорее действительно инсталляция, которая свернулась в рисунок. Вот этот момент инсталляции. То есть она задумывает ее, чтобы ты как бы смотрел, не находясь в ней, да, не попадая в нее. Да, конечно. Но вообще-то любая инсталляция предполагает, что это пустая сцена, которую покинули актеры. Да, вот так, условно говоря, вот есть какие-то есть персонажи, которые здесь были только что. Вот они здесь сидели, вот они рассыпали здесь бумаги, вот они оставили здесь какие-то следы, вот они отодвинули стул и ушли. Театр без актера, вот что такое, ну так грубо говоря, что такое инсталляция. Инсталляция это вовсе не три картины, которые, допустим, у которой одна часть, это какой-нибудь зенавес, которая опустилась на пол. То есть это все-таки не композиция, которая может выйти за свои, немножко за свои какие-то пределы, размелые рамки и распространиться по стене. Это все-таки некое пространственное построение многоплановое, которое как бы реализуется внутри помещения, пространства, в котором отношения между вещами, отношения пространственные, в частности, семантические, но пространственное очень важно, играют большую роль, чем сами предметы.